Приветствую всех, кто заглянул на мой канал. Зовут меня Оксана. И сегодня мне хочется поделиться с вами своим мнением, отзывом на лимитки, которые выпустила компания Ив Роше к этому новому году. Ровно год назад, наверное, даже чуть больше, если я ничего не путаю, это был 28 октября, на моем канале уже выходило подобное видео на лимитке 2019. И пускай это станет такой небольшой, приятной ежегодной традицией. Несмотря на то, что в том году я очень ругала компанию Ив Роше, мне категорически не понравились эти продукты, эти отдушки. Я даже не стала ничего дарить из этой продукции, потому что она мне показалась совершенно неинтересной. Все равно я продолжала ждать в этом году, что компания выпустит, что она нам предложит. И как только мне упала на электронную почту рассылка, в тот же день, 23 октября, я сделала заказ. К сожалению, мой заказ задержался в пути, потому что у них не было главного подарка. Я свой заказ построила именно так, чтобы выбрать все подарки. Я им позвонила, они мне предложили от этого подарка отказаться. Замена у них не допускается в этом случае. Но я дома упертая сказала, нет, я свой подарок буду ждать. Что ж я зря полную сумму выбирала. Пришел мне заказ где-то дня три назад. И, конечно, мне вот это время нужно было потестить, подумать. Я протестировала жидкое мыло, кремы для рук. И я знаю, что у девчонок уже у многих вышли обзоры, заказики, мнения. Честно, девчонки, я старалась не вслушиваться, не пропускать через себя. Мне хотелось вот как чистый лист получить продукты, намылить ручки, услышать раскрытие, намазать их кремом, почувствовать аромат, закрыть глаза. И вот такими чистыми понять свои ощущения и, собственно, вам их передать, если будет интересно. Давайте построим видео так. Я сейчас покажу вам все, что я заказала из новогодних лимиток. Ну, поговорю о них. Ну, а далее остальной заказ плюс подарки, которые мне удалось получить. Итак, в первую очередь для себя я выбрала два набора, в которые входили именно те продукты, которые интересовали больше всего. Это гель для душа объемом 200 мл, жидкое мыло и крем для рук. Каждый из них стоил 499 рублей. Первый набор это Винтер Эпплс, гель для душа объемом 200 мл, дословно переводится как зимние яблоки. У нас же это перевели как пряное яблоко. Жидкое мыло. Жидкое мыло в объеме 190 мл. И крем для рук, как всегда, 75 мл. Второй набор это Миднайт Беррис. Или в дословном переводе полуночные ягоды, но у нас она идет как ягодная фантазия. Опять же, гель для душа, жидкое мыло и крем для рук. Каждому из этого набора полагался подарок в виде вот такого рыженького полотенца. Ну, не знаю, могли бы сделать вот, допустим, яблоко рыженькое, а к полуночным ягодам розовенькое. Но нет, два рыженьких. В прошлом году, по-моему, было то же самое. Дальше. На свой страх и риск я заказала сразу подарочный набор. Есть в моей жизни человек, которому каждый Новый год я стараюсь преподнести набор именно и фраше. Вот в том году я от этой мысли отказалась. Я подарила также и фраше, только из постоянной какой-то линейки, не излиментированной, насколько я помню. Так вот, набор стоил 899 рублей. И туда входил чемоданчик. Он пришел вот в такой коробочке. Сейчас мы ее откроем. Девчонки, честно, мне такая история не нравится. Вот приходила бы сразу упакованная набор в чемоданчике, потому что я такая криворучка. Я могу что-нибудь сковырнуть, сломать. Пока буду сама это все упаковывать, было бы лучше, чтобы они сразу, вот как показывают набор в каталоге, так бы его и присылали. Итак, чемоданчик наш выглядит следующим образом. Он темно-синего глубокого цвета, с золотыми рисунками. Выглядит шикарно, стильно, невероятно. Ну, честно, такое вот преподнести совершенно не стыдно, изумительно. Согласитесь, девчонки, просто классно. И в этот набор входили практически те же продукты, что и у меня в наборах. Это гель для душа 200 мл. Набор я выбрала, кстати, пряное яблоко. Жидкое мыло. Крем для рук. И еще здесь был бальзамчик. Повторюсь, набор стоил 899 рублей. Так, я как-то кареленько поставила. Итак, девчонки, постаралась я поставить как можно более компактно и, на мой взгляд, симпатично. Потому что это такая красота, которой хочется любоваться и любоваться. И хочется, чтобы даже в кадре это все смотрелось красиво. Давайте же поговорим о оформлении сначала. Мне кажется, в этом году она просто шикарнейшая. И удалось. И фрашена все 100%. Конечно, есть такая небольшая тема, к которой можно придраться, если взять, допустим, сравнение прошлого года или взять ту коллекцию, которая выходила со снежной ванилью. Вот эти все олени, елочки, снежинки. Это более такая зимняя тема, рождественская тема. Когда я смотрю, ну, в частности, на пряное яблоко, да. Вот посмотрите, здесь яблочки, цветы, рыженькие листочки, колосья. Вот у меня больше ассоциация идет почему-то с каким-то праздником, я не знаю, глубокой осени, праздником урожая. В ягоде, ну, мне хочется назвать ее полуночная ягода, а не ягодная фантазия, вы уж извините, да. Здесь уже более так приближенная тема к зиме. Но все равно, опять же, клюковка, цветочки, листики. Тоже есть что-то осеннее, согласитесь. Но в любом случае, мне кажется, это так красиво. Это какое-то возвращение к истокам и фраше. Вот начало 2010-х годов, когда я только начинала дружить с этой компанией. И это магнитит взгляд. Это какие-то позитивные цвета, которые рождают теплые чувства. Которые украшают полочку в ванной комнате. В общем, честно, у меня восторг. Я ни грамма не жалею, не сожалею, что эти продукты у меня есть, что они у меня появились. Опять же, взять набор и вот этот темно-синий чемоданчик. Насколько красиво они подобрали цвета, потому что на фоне этого темно-синего чемоданчика все оттенки наборов, что рыженький, что розовый, уходящий в такой сиреневый, смотрятся очень-очень выигрышно. Кстати, в том каталоге, из которого я сделала заказ, там помимо этого синего чемоданчика можно было приобрести прошлогодний зеленый, который выходил вместе с этой елово-мандариновой линейкой. И вы знаете, они рядом сфотографировали, ну тот как-то настолько невзрачно рядом смотрится. Вот этот вот прям, не знаю, дорого, богато, красиво, стильно. Теперь же самое интересное это отдушки. В этом году компания опять же не стала изобретать велосипед, она не стала нас удивлять. Мы не видим никакой экзотики, чего-то абсолютно нового. Это уже довольно избитые темы в компании ФРОШЕ. Во-первых, ягоды. Ягоды повторяются с завидной регулярностью, наверное, через год. Что помню я, это были красные темные ягоды, потом это была клюква с миндалем, потом выходили ягоды вместе со снежной панилией. Не помню, как точно это называлось, то ли ягоды на снегу, ну что-то в этом роде. Ну и теперь вот это ягодная фантазия. То же самое практически касается и яблока, только, по-моему, оно чуть пореже повторяется. Было яблоко в карамели. Было вот такое наливное яблоко. Я не поленилась, достала из своих загашников. Мне было очень интересно все это дело сравнить. И теперь у нас пряное яблоко. Наверное, за это можно скинуть компании звезду или балл. Я не знаю, если это по какой-то системе оценивать. Но давайте начну именно с пряного яблока. Я поставила их специально рядом. Я нюхала то одно, то другое. Это совершенно две разные, абсолютно не похожие друг на друга истории. Если здесь слышится яблоко свежее, красное, наливное, абсолютно не подверженное какой-либо термической обработке, плюс здесь идут еще пряные ноты. Больше всего я здесь слышу бадьян. Может быть, там еще немножко есть и гвоздички, и корицы. Но если без раскрытия, чисто из флакона, именно бадьян лучше всего слышится. То здесь уже для меня это аромат свежий, из печеной яблочной шарлотки. Здесь я слышу и ванильный бисквит. И вот эту печеную мякоть яблока. И плюс вот эти все специи, которые добавляются в яблочный пирог. У меня прям пакетик такой есть. Там всего чуть-чуть корицы, чуть-чуть гвоздики, чуть-чуть. Там кардамона, ванилия, что-то. Ну, может быть, и бадьян есть, не знаю. Но я его здесь практически не чувствую. В общем, вкусный, сладкий, насыщенный гурманский аромат. Изумительный. Я не знаю, перекликается ли он как-то с карамельным яблоком. Я его уже плохо помню. Это было достаточно давно. Но помню, что вот карамельная груша мне очень нравилась. А вот карамельное яблоко, правда, девчонки, не помню. Не смогу сказать, похожи они или нет. Раскрытие. Ну, если брать мыло, оно изумительно. Не надо, как в прошлом году, подносить руки к лицу, чтобы это все вдыхать. Оно все витает вокруг вас. И оно дарит позитив. Оно дарит хорошее настроение. То же самое можно сказать и про крем для рук. Что мыло, что крем для рук. Они очень близки по аромату, по насыщенности, по сладости. Все это достаточно длительное время ощущается на руках. Да, кстати, сейчас у меня как раз именно этим кремом намазаны руки. Сразу скажу, что в плане консистенции эти кремы никак не изменились. Это как были легкие увлажняющие лосенчики, так они и остались. Не несущие никакой питательной функции. Больше всего мне была интересна именно ягодная история. Мне, как вы знаете, кто смотрит меня не первый раз, не очень нравятся ягодные отдушки. Я всегда говорю, что это не самая любимая моя отдушка. Но это не значит, что я не люблю все, что связано с ягодами. Нет, случаются такие же мчужинки, которые так цепляют, которые влюбляют в себя. Я сожалела, что у меня ничего не осталось из вот этой коллекции, которая выходила со снежной ванилью. Было жидкое мыло, был крем для рук, но я как-то принципиально не стала брать гель для душа, потому что мне жидкое мыло не понравилось. Вот думаю, жалко, но хотелось бы сравнить. А потом думаю, ну и пусть. Пускай это будет, как вот чистый лист. Я вдохнула, почувствовала. И вот что ощущаю, то ощущаю. Ставлю жидкое мыло. Кстати, я думаю, видно, что вот это жидкое мыло у меня побольше ушло. Девчонки, это моя любимая клюква с миндалем. Я обожала эту лимитку. Я с таким удовольствием приговорила 400 мл того геля и крем для рук, и жидкое мыло. И с большим сожалением я расставалась с той лимиткой. Очень сожалела, что у меня ничего от нее не осталось. И теперь это возвращение. В общем, у меня, девчонки, честный восторг. Я не знаю, есть ли тут миндаль. Я, наверное, практически не чувствую. Но клюква, вот эта кисленькая, чистая, звенящая, искрящаяся, она очень хорошо ощущается. Здесь, кстати, есть небольшое различие между жидким мылом и кремом. Мыло жидкое, это более такой компотик. Он более кисленький такой. А в креме это уже какие-то карамельные конфетные нотки, более гурманские. В общем, крем, он звучит немного слаще. Собственно, подводя итог. Девчонки, честно, я в восторге. Я довольна на все 100%. Я ни грамма не жалею, что рискнула и заказала заранее вот этот набор. Мне совершенно не стыдно будет его подарить ни за оформление, ни за содержание. Можно поругать компанию то, что они не стали изобретать что-то новое, не стали нас удивлять, не стали изобретать этот велосипед. Но лучше не экспериментировать. Вот они в прошлом году поэкспериментировали с этими елочками, мандаринами. Но сделать хорошо и блестяще то, что ты уже умеешь. Вот в этом году именно то и случилось. Они блестяще выполнили ту работу, которую они уже умеют прекрасно делать. Поэтому, честно, я не знаю, будет ли вам как-то полезен мой отзыв, но лично я рекомендую. Потому что, не знаю, прям восторг и действительно позитивные эмоции и предновогоднее настроение. Ну, а далее давайте перейду к остальному заказу. За 569 рублей я заказала набор, который шел вот в таком холщовом мешочке. Сейчас я вам покажу сначала набор. Это набор двух масок, состоящий из двух масок и скраб для лица. По-моему, таких продуктов у меня еще не было. И это новинки. Так, это маска. Маска. Давайте начнем вот с этого. Это гамаш. Скраб для лица с ромашкой римской, объемом 30 миллилитров. Вот он таким образом выглядит. Вторая маска. Это восстанавливающая маска с календулой. С насыщенной текстурой того же объема. В общем, все эти продукты не закрыты. Давайте их даже посмотрим. Маска кремовая, с желтого оттенка по запаху. Очень приятно пахнет. Вот прям очень. А здесь... Ну, кстати, то, что не закрыто, это, на мой взгляд, не очень хорошо. Потому что все-таки продукты-то не очень дешевые. Это действительно такой кремовый гамаш. Видны небольшие скрабирующие частички. Он такой розоватый. Изумительно пахнет. Действительно ромашкой. Немножко такой аптечный аромат. Оно мне нравится. Ну, и третий продукт. Это маска с мятой. Она уже идет гелевая, зелененькая. Ну, и пахнет, соответственно, мятой. Маска идет как очищающая. Можно наносить ее на Т-зону или, собственно, на все лицо. И к этому набору шел вот такой мешочек. Давайте его откроем. Потому что, собственно, набор я собираюсь себе оставить. Мешочек, наверное, у меня уйдет куда-то на подарок. Оно тоже все очень красиво. Темно-синий вот этот цвет. Рисунок, который дублируется. Так же, как и на чемоданчике с завязочками. Ой, ну очень красиво. Прям стильно-стильно. Так, ну и мне оставалось там 100 рублей, чтобы добить до главного подарка. Я решила заказать свою коллекцию гель для душа. Вообще, надо бы мне сделать заказ во фраше и подбить гели для душа, которые вот из этой линейки идут. Да, я забыла, как она называется. Которых у меня еще нет. Потому что я заметила такую тенденцию. Стали исчезать из каталогов определенные наименования. Это лимон и базилик. То есть, вот уже два каталога или три. У меня их нету. Это ежевика с лавандой. И это земляника. Вот единственное то, что было, то, что у меня в коллекции еще не присутствует, это малина и мята. Ну, собственно, я их и взяла. Объемы я решила взять маленькие. Маленькие, 200 миллилитров. Пахнет он больше малиной. Мяты практически тут не чувствую. Вообще, у меня когда-то был в старой версии гель для душа с малиной. И, по-моему, практически он ничем и не отличается. Вот, собственно, мой заказ. Обошелся он мне в 2614 рублей. Доставка бесплатная. Надо мне привез заказ курьер. И это все я прямо дома оплатила карточкой. В общем, в этом плане все суперудобно. Я очень довольна. Ну, а теперь подарки. Первый подарок, он был как бы сюрприз. И там еще шла какая-то градация. Посмотрите, какой у вас будет подарок за 2300 или за 2700, или еще за какую-то сумму. У меня выпал он за 2700. Но сюрприз был недолгим, потому что как только я набила заказ, я сразу же увидела свой подарок. А именно, это вот такая туалетная водичка. Натюрель. Мне уже хорошо знакомая. Объем 75 миллилитров. Ровно такой же флакон у меня стоял в использовании этим летом. Свежий аромат. Пахнет мне здесь больше всего именно цитрусом, лимончика. Ну, что здесь еще? Здесь еще есть жасмин. Не знаю, я здесь больше чувствую именно цитрусовую тему. Не очень у меня тянулась к нему рука, скажу, положа руку на сердце в этот летний период. Поэтому я решила, что данную туалетную водичку я разыграю в конкурсе, который, я очень надеюсь, в ближайшее время стартует на моем канале. Конкурс, приуроченный к такому замечательному и знаменательному событию. Это 2000 подписчик. В общем, если вам эта тема интересна, обязательно присоединяйтесь. Вот, поэтому... Так. Второй приз, точнее подарок, это была помадка Grand Rouge. Я выбрала 112 оттенок. Помада сатиновая. Ну, как-то он вот слишком бледненький, что ли. Не знаю. Вот здесь он, мне кажется, чересчур розовым и чересчур бледным. Для меня, почему-то на сайте мне он казался поярче и потемнее, и не уходящим на столько розовый цвет. Ну, посмотрим. Подумаю я, что с ним делать. Может быть, даже уйдет у меня куда-то на подарок. Не буду себя оставлять. Пока не уверена. 112, да. Ну, и главный виновник, которого я решила дождаться и не отказываться от него, и ни грамма теперь об этом не жалею, потому что я ему безумно рада и безумно им довольна. Это вот такой плед. Девчонки, очень хороший. Я обожаю пледы от Ифраше. У меня есть один. Он у меня лежит, он такой серенький, лежит у меня на кресле, на кухне, как бы закрывает мое многострадальное кресло от лишних загрязнений, потому что, конечно, любят детки пошалить на нем. И в преддверии Нового года я просто сменю тот серый плед на вот этот голубенький. Мне кажется, это прям такая новогодняя будет тематика. Хоть здесь и не снежинки никакие, но все равно, мне кажется, он будет создавать новогоднее настроение. Плюс дополню еще какой-нибудь красивой новогодней подушкой и немножко таким образом сменю интерьер. Классно, классно. Что касается размеров, не знаю, смогу ли я вам что-то сказать или нет. Наверное, не скажу, не вижу. А нет, скажу. 110 на 150. Но он небольшой, вот как раз на мое кресло. То, что надо, то, что доктор прописал. Еще небольшой по скрипту мне хочется записать. Я очень хочу извиниться перед девочками за то, что... И перед мальчиками. Не всегда у меня получается сразу ответить на ваши комментарии. Потому что, во-первых, я заметила, мне доходят на почту не все извещения. У меня в творческой студии не все высвечиваются сообщения и комментарии. Плюс я отвечаю иногда с телефона, набегу. Иногда, ну, лучше всего, это вот сесть с меня перед компьютером с чашкой кофе. Мне удобнее работать на клавиатуре и читать спокойнее. Да, потому что иногда бывает по телефону вроде бы написала. Сегодня смотрю, у меня комментарий неотвеченный висит. Хотя мне казалось, что я уже давно, как бы, ответила человеку. Очень неудобно. Плюс сейчас такое еще авральное настроение. У меня куча обязательств перед своей семьей. Потому что я и мама, и жена, и я внучка. И, как бы, все члены семьи требуют моего внимания. И работы в плане канала тоже очень много накопилось. Потому что и уход у меня подвис, да, и покупки. И готовлюсь сейчас к конкурсу. Поэтому, девчонки-пальчишки, простите. Рано или поздно я обязательно прочитаю и отвечу. Я люблю и ценю каждый ваш комментарий. Я благодарна вам за вашу поддержку, за ваши советы, за ваши рекомендации, за ваш позитив, который вы мне дарите. Поэтому, ради бога, не обижайтесь, да, если я сразу не ответила. Ответила там, ну, грубо говоря, через неделю, да. Все. Поэтому большое спасибо всем тем, кто был со мной. Всех люблю. Всем пока. До новых видео. Пока.